Продолжение следует... В другой части России, но случилось именно в Башкортостане, это спонтанный протест, подготовленный или инициированный рядом местных активистов, это первое. Второе, что интересно для нас в общем национальном разрезе, это то, что там довольно успешно глушат WhatsApp, это тот мессенджер, который собираются вообще закрыть в России. Или, по крайней мере, время от времени закрывать. Общенациональные учения пройдут в феврале. Они относятся к WhatsApp, они относятся к сигналу, Telegram трогать не будут. И также предполагается пробировать закрытие YouTube. Если не постоянное, то хотя бы временное. Вот это вот такой общенациональный урок, или точнее общенациональное предостережение. И еще что можно сказать, вот то, что происходит в Башкортостане, то, что происходит с отоплением российских домов, это в общем все создает, влияет на фон президентской кампании, президентских... Я не хочу сказать, что это непременно вылится в какие-то глушительные политические результаты, потому что известно, кто и как будут подсчитывать эти результаты. Но то, что это будет формировать очень негативный фон кампании и, возможно, более критичное восприятие результатов итогов выборов, мне это кажется возможным. А если говорить про реакцию местных властей и конкретно силового блока, потому что мы видели, что в день приговора, когда изначально должны были выносить приговор, и пришли тысячи людей, чтобы поддержать Алсынова, силовики как-то ничего особо не делали. Но уже буквально на следующий день начались задержания сторонников, начались вот эти благировки. Сегодня, в день приговора, не только задержания продолжились, но начались избиения, полиция использует слезоточивый газ, то есть идет прямо серьезная эскалация и перевод это уже прям физическое насилие. О чем это говорит? Кажется, что логичнее перед выборами, наверное, не избивать людей. Я вот не уверен, что, Татьяна, ваша и моя логика, они соответствуют логике тех людей, которые принимают решение. Почему первый раз этого не было? Да потому что полиция, ОМОН, они ожидали распоряжения начальству. Начальство распорядилось следующим образом. Чтобы, сказать, это не выглядело политической провокацией, они считают, что все не санкционировано и спонтанно, это политическая провокация. Надо показать, что ситуация в Башкирии под контролем, что все пройдет штатно, что власти и общество в целом лояльны к Кремлю. Ну, значит, надо продемонстрировать это силой, 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 силой. Тем более, это вписывается в целом в общефедеральный тренд, и здесь никаких игр, по-моему, не будет. Единственное, кого не трогают, насколько я знаю, это жены мобилизованы. Когда они выходят в одиночные, именно в одиночных тикетах, их не трогают. Могут припроводить куда-то, ну, в общем, никаких мер воздействия на них силовых не оказывают. А вот на всех остальных, несомненно, будут оказывать. Это как раз неудивительно, с моей точки зрения, и этого стоит ожидать в дальнейшем. Но вот какая история происходит, знаете, я уверен, что ни про протесты в Башкортостане, ни про акции жён мобилизованных, ни уж тем более про коммунальные коллапсы, значит, не знают зрители федерального телевидения. И, в общем, повестка совсем другая, федеральная в этих самых СМИ. Каким образом это может воздействовать, вот эти все события, если люди просто не знают об этом? Так точечно знают, на районе, так сказать. Александр, мне кажется, в вашем вопросе есть некоторое внутреннее лукавство, или вы предвосхищаете возможный ответ? Да, у нас телевидение один из главных, возможно, даже по социологии, главный источник информации, общественно значимой информации для большинства общества. Но преимущественно для той части общества, которая старше 50 лет. Для тех, кто относится к молодому и среднему возрастам, для молодого абсолютно преобладают социальные сети, ну, для среднего возраста там 50-50, да, о чём мы с вами прекрасно знаем. А вот, что касается повестки в социальных сетях, там повестка коммунального коллапса, повестка башкирская, может быть, не в такой степени, но, тем не менее, она присутствует. То есть информация распространяется быстро, распространяется беспрепятственно. Отсюда вот эти вот идеи, о которых я сказал пару минут раньше, заблокировать мессенджеры. Вот что, WhatsApp – это способ мобилизации, это не средство коммуникации, точнее, информирование, это способ мобилизации. Средство коммуникации – способ мобилизации, да. Тоже относится и к YouTube. Ведь в чём сила YouTube? Понимаете, это видео. Одно дело, когда мы с вами общаемся, что-то друг другу передаём, а другое дело, когда люди видят. Это очень важно. Эффект всегда усиливается. То есть YouTube – это замена телевидению. И порой весьма успешная замена. Не надо говорить о его преимуществах и достоинствах, равно как и о недостатках. Поэтому вот хотят его тем или иным образом заблочить. Правда, не уверены, что это получится, сразу скажу. Скорее всего, удастся замедлить его скорость, ну и вынудить часть пользователя перейти на VPN. Поэтому в разных эхокамерах, а это очень обширные эхокамеры, превалирует разная информация. В одной эхокамере, которая питается телевидением, там всё, в общем, благополучно. Ну, Европа там, если не замерзает, то слилась в экстазе какой-нибудь гейской оргии. В гендерно-нейтральном туалете. Это тоже начало песни. Да, гендерно-нейтральный туалет – это прекрасный куплет, начало прекрасного куплета. Я хотел спросить, почему у Владимира Путина такая фиксация на гендерно-нейтральных туалетах, но понимаю, что у вас-то надо про Васильевича спрашивать, конечно. Короче, но бог с ним, с Путиным. Мы с вами по этому вопросу не сходимся, но это не значит, что мы не можем его обсудить. Значит, просто ведь до Путина ещё и Беглов эти гендерно-нейтральные туалеты, прям за день буквально гендерно-нейтральные туалеты упоминал. Может, у них там на совмезе эта тема? Это не первый раз, да, происходит, но такая концентрация впервые. Иная логика, я понимаю, это иная логика. Сперва брякнул Беглов, а потом это подхватил двойник. Он просто это подхватил. Не потому, что он дурачок. Он просто дурачок. И Путин-то покойный был не семипядей во лбу, а его нынешняя замена – это откровенный идиот. Его так характеризует его ближайшая охрана и те, кто с ним общаются. И вообще, понимаете, ему безумно скучно. Он находится под жёстким контролем. Он ни с кем не общается. Вот только когда его выводят на люди, и он тут же начинает раздуваться, как лягушка, которую через соломинку в попу накачали воздухом, придаёт себе важность и начинает делиться своим обширным опытом и некой, я бы сказал, рефлексией. Рефлексией абсолютно идиотской. В прошлом это социальный маргинал, действительно плотник четвёртого разряда. Одинокий человек, у которого из развлечений были женщины и его автомобиль «Лада». Ну вот, в общем-то, и всё, что он знал об этом мире. Потом его мир резко изменился по его собственному желанию и воле. То есть, он дал нам всё это согласие в обмен на обещание неслыханных богатств. Просто неслыханных богатств. И мы результаты наблюдаем. Ничего удивительного. Валерий Дмитриевич, вот по поводу того, собственно, ради чего сегодня пригласили вас, это по поводу Путина про страны Балтии. У нас есть Путин со странами Балтии отдельно или нет? Есть. Мы его с Витисом слушаем. Да, мы его с Витисом слушаем, да, извините. Короче, значит, я хотел бы обратить внимание, что Валерий Дмитриевич говорил ещё до Нового года, причём, мне кажется, даже за месяц где-то до Нового года, вот о том, что Россия готовит гибридную, причём, атаку на страны Балтии. И поначалу все как-то, о, там, Соловей с очередным прогнозом, вот это вот, всё вот так. А потом публикация Бильд, а потом, значит, министр иностранных дел Литвы Ландсбергис и так далее и тому подобное. А накануне Путин буквально, который говорит, что страны Балтии представляют угрозу безопасности России. То есть, набирается довольно большая база. И я вот о чём хотел спросить. А почему, как вы полагаете, то есть, не почему, а реальна ли эта угроза? Или Путин блефует здесь? Ну, всё-таки одно дело Украина и совсем другое дело страны НАТО. Да, понимаю, это, наверное, ключевой вопрос. Да, угроза абсолютно реальна. Но это угроза не военной кампании, я хочу сразу подчеркнуть. Да-да, я подчеркнул, что гибридная. Это угроза именно эффективной, довольно эффективной по замыслу гибридной операции, где предполагается использование вооружённых сил, но только в качестве одного из ингредиентов, причём не обязательно ключевого. Ну, если будет интересно, будет время, я как-нибудь расскажу, как выглядит такая гибридная операция с точки зрения кремлёвских стратегов. Почему они уверены, что это может прокатить? С их точки зрения Запад дал слабину. Это первое. И позиция Запада по отношению к Украине последних месяцев это подтвердила. Второе. Они абсолютно уверены, что Россия вышла из зимней кампании, точнее, из кампании 23-го года с украиной победителем. Это убеждение не только военно-получкового руководства России, это убеждение российских воен. И более того, российская военная промышленность работает достаточно эффективно для того, чтобы Россия могла подготовиться к новой кампании. И третье, самое важное. В чём вообще смысл этой гибридной операции? Смысл в том, чтобы изменить стратегический контекст в целом. Стратегический контекст противостояния с Украиной и стратегический контекст взаимоотношений с Европой. То есть, вне зависимости от того, считают в Кремле, будет ли эта операция успешной или нет, Европе придётся отвлечься на себя. И Европа будет напугана настолько, что она вынуждена будет пойти навстречу России. Обратите внимание, коллеги, я вам сейчас излагаю их логику. Это не означает, что я эту логику разделяю, или что мы с вами её разделяем. Нет, абсолютно. Но, да, вы понимаете, они руководствуются вот такими соображениями, которые я вам привёл. Если образно, то это будет следующий призыв. Причём призыв не на словах, а на деле в Европе. Решайте свои проблемы, но не надо помогать Украине. Ну, или до этого последует такая дилемма. Вы готовы умирать? Это вот Пианковский ещё сформулировал очень точно. Вы готовы умирать за Даугавпилс? Вы, немцы, поляки, французы, британцы, готовы или нет? Мы вам, русские, готовы предоставить сейчас такую возможность. И это будет момент истины для НАТО с точки зрения Кремля. И, возможно, НАТО вообще не сможет отреагировать, потому что операция намечена. Ну, в теории, на самом деле, всё может пойти, конечно, не так. Я надеюсь, вообще никак не пойдёт. В теории, на момент пересменки американских президентов. Ага, то есть зависит всё от того, чем закончится в США. Да, ну, на самом деле, знаете, в Кремле на сей счёт мнения тоже разделились. Есть группа людей, почему-то странно оптимистичных в отношении возможного президентства Трампа. Так они в прошлый раз уже были оптимистично настроены. Да, а есть группа, я бы сказал, скептиков, не скептиков, а реалистов, которые говорят, послушайте, неизвестно, как себя Трамп поведёт. И вообще мы знаем, как себя ведёт Байден. Мы знаем его слабые места, знаем его уязвимости. Мы научились с ним работать. Ну, работать, имеется в виду, на стратегическом уровне. Они там взаимодействуют непосредственно с президентом. И, возможно, Байден для нас лучше. Но в любом случае, вот стратегический момент считается удобным в тот момент, когда та ситуация, когда в Америке происходит заключительный акт избирательной кампании, пересменка президента, прочее, прочее, прочее. Это не означает, честно вам скажу, что не могут начать раньше. Потому что для гибридной операции не нужны в большом количестве, собственно, военные ресурсы. Их не надо очень много. Там важны другие ресурсы. Киберресурсы. Там важны экономические ресурсы. Там важно наличие траков, которые смогут перекрыть движение по всем странам Балтии. И эти большегрузные автомобили присутствуют в большом количестве. Причём они зарегистрированы на территории стран Евросоюза. Я обращаю ваше внимание. Не с российскими номерами вы имеете в виду? Нет, конечно. Это автомобили с немецкими, польскими, французскими номерами. Ну, естественно, с номерами стран Балтии. Их очень много. Это та операция, которая готовилась несколько лет. Она была полностью готова к концу 2019 года. Её хотели начать в марте 2020 года. Но пандемия помешала в тот момент. Причём тогда операция была довольно массированная. Она предполагала воздействие на все страны Балтии. Сейчас же предполагается начать предварительно с Латвии. Ну, честно вам скажу, всё то, что мы об этом говорим сейчас, не только мы, естественно, это даёт как раз шанс на то, что ничего подобного не случится. Ну, слушай, на самом деле... Почти два года. И вот надо сказать, что если бы этот сценарий мне рассказали года четыре назад, три, ну, до войны, я бы абсолютно поверил. Ну, в том смысле не поверил, а сказал бы, что он вполне реалистичный. Реалистичный, да. Особенно на Латвию. Особенно на Латвию, где... Да, согласен. Там много влияния у Путина, к большому сожалению. Давайте вернёмся ещё, успеем, у нас пару минут есть, в Россию к президентским выборам, так называемым. Значит, ну, конечно, у нас аудитория, она очень интересуется, вообще, есть ли хоть какой-то шанс у тех, кто будет голосовать против Путина, так или иначе, испортив ли бюллетень, голосуя ли за Надеждина, если его допустят, кстати, допустят ли, и так далее. Допустят ли Бориса Надеждина, я не знаю. Это зависит, видимо, от той социологии, которую будет получать президентская администрация. Если возникнет риск, что Надеждин может стать фокусом антивоенных настроений и сильно их усилить, прошу прощения за эту токтологию, то его, конечно, не допустят. Вне зависимости от того, как голоса собраны, ну, подписи, прошу прощения, не голоса, а подпись. Что касается в целом выборов, посмотрите, коллеги, ну, буду откровенен, повлиять на их итог нет никакой возможности. Никакой. Можно формировать фон определенный, о чем мы с вами говорили в первой части нашей беседы. Этот фон скажется, но он скажется не столько на итоги выборов, там все предопределено уже, сколько на после выборной ситуации. Поэтому, вне зависимости от того, какую вы стратегию изберете, в данном случае обращаясь к избирателям, а обсинтилизма, голосование за любого кандидата, кроме, голосование за Надеждин, если он будет зарегистрирован, результат будет в любом случае один и тот же. Но зато можно сохранить свою совесть чисто и продемонстрировать свою гражданскую позицию. Это, я считаю, важно для каждого из нас. Ну, подумайте, что бы вы хотели сделать. Так, чтобы вам не было жалко. Так, чтобы вам не было обидно. Но повлиять на исход выборов невозможно. Спасибо большое. Благодарим политолога Валерия Славя. Знаете, прежде чем отпустить вас, Валерий Дмитриевич, на секунду буквально, я просто хотел сказать, чтобы никто не удивлялся. Мы отзеркалили вашу картиночку, то есть вы у нас в зеркальном отображении. И сразу, моментально люди обратили на это внимание. Говорят, что профессор не той стороной фон поставил. В зеркале, в зеркале. О том, как профессор однажды ушел в фон, смотрите в нашем большом стриме с Валерием Соловьем. Да, это берем на себя. А то тут уже двойник профессора Соловья тоже и так далее. У нас все объяснимо. В нашем случае все объяснимо. Имейте в виду, это мы. Спасибо огромное, Валерий Дмитриевич. Спасибо, коллеги, да. Спасибо.